Туман Поселок Пангады, что близь к месторождению Медвежье, известен всем профессиональным газодобытчикам далеко за пределами Тюменской области. И если они не работали здесь когда-то, то уж бывали по долгу службы обязательно. Люди, знающие, с самого начала освоения Севера не особенно разделяли название поселка с названием месторождение. Диспетчеры на вертолетной площадке и сегодня могут объявить пассажирам Пангады, а могут Медвежье. С этим связано много веселых историй. Первая ошибка вот на Медвежье, направление на Медвежье, а там аэропорт или можно говорить вагончики, вот сидим, еще не знали же. А там все объявляют рисе на Пангады. Рисе на Пангады, рисе на Пангады, говорю, когда будет Медвежье? Говорят, только что. Вот так я попал на Медвежье. Мы прилетели на ГП-2, тогда вот ГП-2 уже работала в то время, и жила месяц на ГП-2 в вагончике. В Пангады я не выезжала, потому что была такая грязь, такая дорога, что в столовой, там на бугорке была столовая. В столовую ездили на тракторе, потому что пешком ты не пройдешь. Представляете, значит, овощехранилище построили, жить негде было. Первые строители, которые прибыли и строили газовый промысел номер 2, жили в овощехранилище. Пангады были запланированы как вахтовый поселок, поэтому он и расположен рядом с промыслами. Газовики должны были жить здесь в зависимости от продолжительности их вахты, а затем на межвахтовый отдых их отправляли бы домой в Надым. Но, как это часто бывает, жизнь внесла свои коррективы. У нас уже к тому времени был сын Иван, родился 4 января 1973 года. Как раз, он, надо сказать, был первым ребенком на Пангадах. У меня единственный ребенок был в Старом Надыме на базе ПТОИК. Своей жена как раз садит с горшком и поехала в Пангад. Через 3-4 часа в Пангады приехала, и там в бухгалтерии ребенок бегает. Ее даже в Пангады запрещали сейчас быть тьми. Как Владислав Владимирович тогда шутил по этому поводу. Я могу всем управлять, могу многое разрешать, могу многое запрещать. Но запрещать, рожать детей, я этого не могу. Природа словно испытывала людей на прочность. Как будто специально для того, чтобы очистить ряды смелых и мужественных от слабых характером и духом. Такие не всегда выдерживали даже годы северной жизни. Уезжали в Освояси. Зима с 1972 на 1973 год выдалась особо суровой. И вот был промежуток времени 2 недели. Температура стояла минус 60, минус 64. Ровно 2 недели. И так случилось, что в это время по какой-то причине остановилась одна из электростанций. И вот мгновенно деревянные же эти дома были все. Мгновенно батареи все вышли из строя. Пришлось людей, значит, вывозить на промысел. В городской котельной непосредственно, вернее, в поселковой котельной. В котельной на ГП было очень много народу, несколько сот человек. Представляете, это вот, как я вспоминал, фильмы времен гражданской войны, где вот на вокзалах там людей видимо-невидимо. Вот то же самое было у нас. По большому счету на карту была поставлена жизнь людей. Поэтому в создавшиеся обстановки было использовано все возможное. Даже самолеты, стоявшие в аэропорту. То есть мы, даже рассчитывая, вдруг, если что, тогда в эти самолеты и хотя бы их запускать, обогревать или, может быть, даже и отправить на землю. Если сказать, что Пангоды в составе надым Газпрома кузница кадров газовой промышленности, то это будет только половина правды. В свое время многие газовые генералы именно здесь проходили производственную и жизненную школу. Они занимались не только добычей голубого топлива, они и в поселок вкладывали часть своей души. Чугуновленцы, сколько сил здесь потрачено, да, там коттеджи построены, все, я вспомню, как нас ругали за эти коттеджи. Это надо было видеть части в глазах людей, которые из этих убогих балков, деревяшек переезжали потом в такие прекрасные коттеджи. К сожалению, потом безденежья не позволило нам развить дальше эту тему. А между тем, с начала эксплуатации Медвежьего в 1989 году 1 триллион кубометров газа был добыт и отправлен потребителям. Многие традиции рождались, и философии предприятия, значит, как бы, вкладывались еще при Ремезе, при Анальнике, там, начало пристрижует. Ремезов очень активно взялся за его возрождение. Стали строить большие, хорошие каменные дома, развивать коммуникации, чтобы как можно меньше было отключений по теплу, по свету. Сегодня назвать Пангоды поселком, как говорят в народе, язык не поворачивается. Такой развитой инфраструктуре могут позавидовать и некоторые города в Центральной России. Нынче газовики Медвежинского газобармаслового управления, живущие в Пангодах, первыми нарабатывают опыт по проблемам падающей добычи. Работа Медвежьего и вот те проблемы, которые накопились за 30 лет на Медвежьем, не только проблемы Медвежской ГПУ, на Дым Газпром, это проблемы общие Газпрома, всей нашей компании. Этой весной мы собирались в школе, перед учениками нашими выступали, и они задавали такой вопрос, а есть ли будущее у нас? Вот если мы сейчас закончим школу, поступим в институт, нам будет куда вернуться в Пангодах, кто-то будет нас ждать? Кто работает сегодня, да, наверное, и для нашей молодежи, которая сегодня приходит, им тут хватит на несколько десятков лет, однозначно. Разве могли подумать первопроходцы Севера в те далекие 70-е годы о том, что наступит время, когда по Пангодам можно будет ездить на собственном транспорте? Если бы кто и решился такое сказать тогда вслух, его бы подняли насмех. А сегодня, пожалуйста, хоть по поселку, хоть на промысел. Многие даже в отпуске едут на машинах семьями через соседний Ханты-Мансийский автономный округ. Видят, как живут соседи-нефтяники. У них немного по-другому. Прям на скважинах этой хорошей дороги доезжаем до Ябаланинского округа, граница, и все, заканчивается дорога. И, конечно, обидно, просто столько лет. Ну, сейчас мы уже строимся, конечно. Шаг будет, но дело тоже правильно, но хочется именно сейчас, именно в ту же секунду. Ну, для нас это прошла целая жизнь. Жизнь не прошла. Она продолжается. Продолжается в детях, теперь уже во внуках. Вот по ним только можно определять годы, проведенные на севере. Это самое-то главное, что они родились в день рождения мужа. То есть они как будто подарок деду на день рождения 1 октября. К сожалению, далеко не все продолжают отмечать свои дни рождения. Но свою жизнь они, безусловно, посвятили благому делу. О них помнят друзья и соратники. Будет помнить новое поколение газодобытчиков. Это пример для подражания, пример преданности выбранному делу. Лишь ты угадать сумела мою печаль. Заря золотила ясных небес края. Заря золотила ясных небес.